Всем привет! Сегодня мы будем делать небольшую распаковочку и заряжаться новогодним позитивом и настроением. Ну что, погнали! Первое, наверное, с чего я бы хотела начать, это вот такой семейный календарь, который я купила для нашей семьи. Небольшой. Сейчас откроем, посмотрим его. Ну, говорится, что он идет с наклейками. Посмотрим, как тут... Вот-вот так вот он выглядит. Тут можно написать имена членов семьи и для каждого распланировать. Мне нравятся такие календари, то, что можно записать, и каждый знает, что у него лично будет, что он вместе будет. Это достаточно удобно. И давайте посмотрим, сколько тут вот рублей. Тут два таких листа. И я думаю, что их не хватит на весь год, но я думаю, что можно будет собираться вручную и просто заполнять самим. Тут разные есть, типа кино, доктор, экзамен, дача. Разные вот можно вклеить, чтобы было удобно. Тут есть иногда даже круглешочки маленькие, где тут просто, ну, типа, форт, это кантели и, типа, косметичка, мороженое. Типа того, чтобы было удобно тоже. Это, да, 2020 год такой. Декабря тут тоже есть. Вот февраль такой. Еще тут мне нравится, что тут написано три, допустим, места, куда можно вместе, допустим, пройти или провести время с семьей. Устроить романтический ужин, отправить 23 февраля, поиграть в основную игру. Ну, то есть, допустим, можем запланировать, поставить галочку и всей семьей, допустим, поиграть в основную игру, у тебя на поле, то же самое, еще что-нибудь. И давайте посмотрим, что у нас следующее. Следующее у нас, это вот такой небольшой крендельки, настоящий из пенопластика, его можно подвесить. Я их хочу на кухню повесить, так будет по-новогоднему, и не будет сильно загромождать кухню. Еще, что я купила, это вот такой веночек, он такой мини-элистичный, красивый. И, думаю, хоть он такой маленький, но все равно поднимет новогоднее настроение. У меня даже была начала идея повесить его у себя на столок, но потом, думаю, мы его на кухне. Думаю, это лишь позже. И еще вот такое вот купила, думаю, его такое часто видели. Это типа как букетик маленький, мне достаточно понравился. Я тоже планирую либо на кухню, либо в свою комнату. Да, вот так вот. Еще я заказала вот такой вот носочек новогодний, он, кстати, его прям подходит к моему свитеру, или я к ним, похоже, не знаю. И у него такой есть небольшой мех, и что тут есть еще крючочек вот такой, типа, то я могу положить сладости, всякие письма, небольшие подарочки, и поймите куда-нибудь. Я планирую его подвесить либо на крючок к двери своей комнаты, либо повесить на стены его. И давайте посмотрим, что у меня еще есть. К прости не убедил, я заказала себе вот такой вот бринт с олимином. Мне он достаточно понравился, но поскольку тут были однотонные наборы идут наулочки, я решила именно на подушке заказать вот такие отдельные. Давайте сначала распакуем их, потом вот... А, вот еще шла. Да уж. Очень спокойно, вот такой вкладыш просто большой. Вас не интересует, как говорится. Ух ты, и они прям, начнем, например, такие большие, ко мне пришли. Я думаю, поменьше. Ладно, тоже нормально. И смотрите, тут у нас по набору идет котята, которые вот едут на машинке. У них наоборот не колпачки, вот. И еще есть вот такие котятки, которые просто, наверное, папа-мама, не знаю. Ну, тоже очень миленько. Хочу себе на кровать поставить. И давайте распакуем нашу финалочку. Это вот такая вот пустельная белье на огурье. Честно скажу, было трудно найти, хоть сейчас уже и декабрь. Среди декабря примерно. Но, не знаю почему, но это было реально трудно найти. Тем более, по нормальным ценам. Да, и давайте откроем. Ох, какая чужая. Вот. Все открыла. Вот. У меня полуторка кровать, поэтому еще это труднее было найти. Но я все-таки нашла. И вот такой вот тут, такой красный новогодний принт. Вот, сейчас вот ее покажу. Вот вот оленя всякие, снежинки новогодние. Наверное, вам вот видно будет сейчас. Вот такие вот новогодние оленята. А с другой стороны здесь такое полосатое. Конечно, мне это не особо нравится, но, надеюсь, не сильно видно будет. Ну, тут до конца еще вот такие есть новогодние снежинки. С оленяной. Вот это я, наверное, использовать не буду. Типа лосатые они мне не особо нравятся. И поэтому, как раз, этих котят я использовать и буду. У меня, как раз, большие подушки для... Ну, вот и все. Наши видео подходят к концу. Переходите в мой телеграм-канал. Там будет много разной новогодней и зимней эстетики. Будет больше обо мне, о моей жизни. И поставьте лайк. Я буду понимать, что вам понравилось такое формат видео новогодних. И подписывайтесь на канал. Так будут выходить видео чаще. И будет больше новогодних и интересных видео. До новых встреч. Всем счастья.